Мы не ожидали, что приобретя под видом независимости, что мы пришли к правлению одного царя, его семейства, его коррупционного окружения, которое сегодня защищает они не столько власть, а защищает свои коррупционные деятельности, свои преступные деяния. У меня в этом абсолютно никаких сомнений не осталось. Вчера проходил апелляционный суд по моему вопросу, связанный с Асхатом Шариджаном. У нас оставался один вопрос, вопрос по статье «Казахстан» уже полностью отмели. Вопрос стоял по пресс-конференции, которую проводил Мизинов и Нуркодилов, где рассматривался вопрос «Кто убил Асхата?». Единственный вопрос. И мои слова, я обвиняю власть, я обвиняю президента, я обвиняю администрацию президента Тасмагамбетова в том, что такого журналиста, яркого, талантливого, пишущего только правду, неудобную властям, практически убили, стали обвинительным заключением судебной власти по 318, статья, часть первая, в виде штрафа. Несмотря на то, что филологическая экспертиза, психологическая экспертиза подтвердила в том, что никаких оскорбительных и никаких посекательств на честь и достоинство этих слов не явились, несмотря на то, что никаких оснований для того, чтобы, допустим, судить меня за эти слова, которые я сказал в защиту ни в чем не повинного, говорившего правду и только правду журналиста осудили человека. И это подтвердил операционный городской суд. Еще раз подтверждает, это был политический заказ. Политический заказ для того, чтобы уничтожить Асхата. Это политический заказ для того, чтобы ущемить честь и достоинство другого человека, который его защищал. Я на суде сказал, Асхат встретился со мной в самых критических моментах поведения президента на площади 1 мая. Он сам видел, как президент был рассеянный. Он видел, он чувствовал скорую победу казахстанского гражданского общества. Он верил в это, в этот вопрос. Те 77 дней, которые мы часто общались с 1 мая, вот сегодня исполняется ровно один год. Когда последний раз я встретился с Асхатом, 13 июля я сделал после долгого двухмесячного посея молчания, не давая ему опубликовывать свое первое интервью, он взял год назад второе интервью. Не менее сенсационное, не менее острое. И мы говорили с ним около 4,5 часов. Я и он, мы верили в то, что Казахстан наконец-то приобретет не только независимость, но и обыкновенную свободу. Свободу, ту, которую каждый человек нести должен себе. Идя по улице, обращаясь в официальные органы, когда мы на душу населения, на душу населения, друзья мои, мы 3-4 раза богаче, чем даже Россия. Вы представляете, на душу населения, мы 3-4 раза богаче России. Сегодня мы просто раздаем для того, чтобы, значит, Китай и Россия могли власть Назарбаева защитить. Мы раздаем Китаю и России свое богатство. Мы, знаете, этот самый знак, знаете, десятки передаем. Это мы государственный собственно передаем. или, значит, его кто-то приватизирует в России, в Китае, я не знаю. Но это все Асхат хотел знать. Он хотел об этом писать. Если бы он был живой, мы сегодня, может быть, имели такие громкие скандалы, и он бы доводил начатое дело до конца. Продолжение следует... Продолжение следует...